Бизнес без вложений – это вполне реально, в этой статье вы сможете узнать об этом подробнее и воспользоваться понравившимися идеями. Самые основные преимущества бизнеса без вложений – экономия, отсутствие долгов, уровень риска. Если вы только начинаете свой первый бизнес-проект, то начинать его без вложений для вас будет очень выгодно. Таким образом вы не только снижаете риск потерь, но и не будете жить непосредством. Вам не потребуется ожидать, когда окупится ваша идея, ведь вы будете только работать на нее, но не тратить свои последние сбережения. Такой вариант для новичка самый подходящий, если что-то пойдет не так, вы получите ценный опыт, а не новый долг. Не нужно думать, что таким образом вы снимаете с себя все обязательства и можно не переживать за свое дело, принимайте это как шанс разбогатеть, более выгодным путем. Такой путь будет непростым, как и с вложениями, нужно подходить к бизнесу осознанно. Начиная любое дело нужно придерживаться какого-то плана, так вы повышаете свои шансы на успешную деятельность. Записывайте свои мысли. Попробуйте записывать ваши навыки на лист бумаги или в заметке телефона, так будет нагляднее понимать, что у вас получается лучше. Распишите, как хорошо вы умеете заниматься, тем или иным делом, какие у вас есть в нем преимущества. Чем больше вы будете перечислять в одном деле ваши преимущества, тем будет легче определиться с вашей бизнес-идеей. Выбор нужной идеи. После того, как список готов, проанализируйте, чем вам нравится заниматься больше. Ведь бывают навыки, которые приходится делать, или вы приобрели их не по своему желанию. Если дело вам симпатизирует, посмотрите, есть ли у вас готовые инструменты для применения в бизнесе. Ведь с нужными ресурсами не потребуется нести дополнительные затраты. Бизнес-план. Благодаря верному подходу к делу, вы сможете добиться в нем необходимых результатов. Распишите о своих планах насчет деятельности, которую выбрали. Опишите в бизнес-плане, что вам предстоит делать, как будете привлекать клиентов и вести дела. За счет своего плана, вы не будете делать лишних вещей и сможете сосредоточиться только на том, что вам нужно. Раз у вас нет возможности вкладывать средства, значит нужно руководствоваться тем, что имеете. Первыми клиентами могут стать ваши друзья, начните предлагать свои услуги им. Если вы будете подходить ответственно к своему делу, то ваши друзья смогут рекомендовать вас своим знакомым и у вас будут новые клиенты. Завоевав доверие первых клиентов, вы сможете в дальнейшем перейти на более обширный уровень. Бизнес, который не подразумевает вложений, нужно основывать на сфере услуг. Товары закупить у вас не будет возможности, поэтому лучше рассматривать такой вариант. Сравнение бизнеса с товарами и через услуги. Как видим, открывать бизнес в сфере услуг оказывается выгоднее начинающему предпринимателю. Конечно, детально мы не сравниваем эти две сферы бизнеса, но увидеть разницу в рисках можно и сейчас. Постарайтесь выбрать свое дело, связанное с услугами. Когда будете записывать свои навыки, начните с дел, которые умеете. Не бойтесь действовать. Не обязательно все должно быть идеально. Вы сможете по ходу дела улучшать свой бизнес. Чтобы вы лучше представляли идеи для бизнеса, на которые стоит опираться, портал «Бизнес-заработок» подобрал для вас популярные бизнес-ниши. Если у вас есть навыки или особые знания, которые можно передать другим, то вы можете за деньги помогать другим улучшить их. Можно вести консультации в Скайпе или снять готовые видеоуроки и продавать их сразу нескольким людям. Такими знаниями могут быть иностранные языки, уроки музыки или иные занятия. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Расскажите другим, как им научиться тому, что умеете вы. Почему снова в интернете? Все от того, что не потребуется арендовать помещение, приходить в офис каждый день и уходить поздно вечером. Если вы задумывались о бизнесе, который можно вести как дома, так и в поездках, то такой вариант для вас. Вы сможете уехать в любое время по своим делам или погостить у родственников, чего так долго ждали. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. С чего же здесь начать? В таком деле вам потребуются навыки в создании сайта, можно делать это за деньги для других. Сейчас это очень востребовано и многие обращаются в веб-студии, которую и вы сможете создать. Для начала можно создать свой собственный сайт и получать с него прибыль, процесс будет не быстрым, но вы получите необходимые навыки, а также пассивный доход в дальнейшем. Озвучено Яндекс.Спичкит. Ранее мы говорили, что без вложений лучше начинать бизнес в сфере услуг, но и сейчас мы не заставляем вас тратить средства. Вы можете начать перепродавать ненужные вещи. Сейчас есть такие сайты, как Авито или Юла. На них можно выложить вещи, которые вам больше не нужны и заработать на этом. Если же дела будут идти хорошо, то вы сможете покупать вещи и перепродавать их дороже. Если у вас есть навыки парикмахера или вы любите животных, вы можете начать свой бизнес прямо дома. Это не единственное умение, с которыми можно начинать свое дело. Оглянитесь вокруг вас и подумайте, что умеете именно вы. Например, вы очень любите готовить и проводите много времени на своей кухне. Тогда вы можете начать печь торты на заказ или иную выпечку. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Если вы мужчина и у вас есть навыки в электрике или умеете поменять трубы в ванной, можно предлагать свои услуги другим и помогать у них дома. Многие люди сами не берутся за такие дела и вызывают мастера на дом, тогда-то вы и можете помочь. Выполняя работу доброкачественно, вы сможете получить доверие к себе и таким образом привлечь новых клиентов. Как видите, бизнес можно начать с самых простых вещей, главное это действовать. Начните свое дело, и вы сможете работать на самого себя. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.